Всем доброго времени суток, друзья! С вами Sob, и мы продолжаем играть в Surveying the Aftermath, замечательный градостроительный симулятор про постапокалипсис. Что ж, в нашей колонии появились новые развлечения, а именно, мы добавили в прошлой серии с вами два кинотеатра и библиотеку. Не может не радовать, да? Согласны? Но библиотека еще, правда, не построена, потому что это все требует электричества, но мы сюда уже практически дотянули электричество, и у нас идет расход на кинотеатр с большим трансформатором и, собственно, библиотеку, да? Да. Но, опять же, у нас сейчас 246, но, опять же, это после паузы, да, паузу отожать, у нас с вами 50 единиц энергии. Давайте включать игру, и что мы будем делать дальше? Ну, как я и говорил уже в прошлой серии, мы с вами будем тянуть электричество по всей территории и менять, в общем-то, наши горелки на радиаторы, да. Также мы в прошлой серии с вами запустили изучение, изучение ветки община почти до конца. Что ж, у нас изучаются сейчас вместительные дома и изучены уже игровые автоматы. Да, к сожалению, наши технологии опережают наши возможности. Ну, что ж с этим можно поделать? Пока у нас идет с вами снежная буря, давайте продуктивно поторгуем, поторгуем. У нас с вами только один караван задействован, и мы, собственно, можем с вами, на самом деле, торговать дальше. Но, опять же, я немножко, наверное, приторможу эту ситуацию, пока не закончилась снежная буря, и мы не можем с вами дальше производить растительную пищу. А мне хотелось бы, чтобы мы были в полной безопасности по этому поводу. Хотя мясо у нас уже 1777 единиц и 2000 монет. Также в прошлой серии мы с вами основали еще дополнительно три аванпоста. Один ресурсный аванпост, точнее, не ресурсный, он называется транспортный аванпост. И давайте разбираться, что мы можем с вами сделать. Ну, допустим, Тайгон и Айви нападают на наших бандосов. Они достаточно серьезно должны после этого пострадать, но ничего страшного, у нас есть медицинский аванпост, который позволит нам, нашим бойцам, лечиться в этом регионе. Так, фриц у нас на очереди на лечение. Да, я так понимаю? Да, ланкастер уже лечится. Дальше мы отправляем нашего ланкастера сбросить сюда ништяки, которые он добыл. И также мы сбросим ништяки, которые добыла Айви вроде как в прошлой серии. Еще у нас есть Тюдор. Тюдор у нас занимается добычей антибиотиков. Ну, опять же, он страдает, скажем так. Ну да, по хп у него это немножко снижается. Да, зачищаем эту территорию. Надеюсь, у Тюдора хватит хп, чтобы зачистить еще антибиотики и йодные таблетки. И после этого он вернется домой. Также у нас появился новый боец, а это именно Зари. Она собиратель, но при этом у нее целых 20 единиц очков урона. Да, но правда она совсем не направлена на сбор науки. Очков в науке она собирает 50 единиц всего лишь. Но очки науки нам особо-то и не нужны, если честно. Правильно? Правильно. Ну что, продолжаем игру, увеличиваем скорость игры. Так, у нас здесь на паузе стоит до сих пор большая мастерская по производству инструментов. Но с инструментами я особых проблем не вижу, потому что у нас 70 инструментов надежных и еще десяток качественных инструментов. Даже двадцаток уже почти качественных инструментов. Также мы в прошлой серии с вами основали ресурсный вампост на качественные инструменты. Поэтому их все больше и больше у нас становится. Антибиотиков у нас уже за соточку. Нам нужны теперь только йодные таблетки. Но для этого нам нужно что? Правильно. Для этого нам нужно с вами наращивать производство денег. Ну, соответственно, торговлю. Так, ну что у нас? Ванкастер. Ванкастер, давай, идет как раз-таки сбрасывать ресурсы на транспортную... в транспортном вампосте. Здесь у нас идет война. Фриц. Фриц идет лечиться. Отлично. Возвращаемся домой. Когда же у нас уже закончится снежная буря? Меня это немножко парит. Ну что у нас с библиотекой? Библиотека почти начала строиться. Она будет расходовать у нас еще дополнительное количество электричества. У нас прибыли выжившие. У нас уже 230 человек, 240 почти человек, да, в колонии. Еще выжившие прибыли. Так. Опа-на. У нас тут еще один разведчик. Еще один боевик, между прочим. То есть у нас потихонечку начинает формироваться вторая боевая группа. Отлично. Принимаем? Принимаем. Чем я буду заниматься в этой серии? В этой серии я попробую построить химкомбинат для производства топлива и построить гараж. Да, гараж очень важен для нас. Да. И также у нас в прошлой серии с вами занкочился пластик. Вот это, конечно, очень плохо. Но ничего не поделаешь. Пластиковый запас еще достаточное количество. Давайте искать месторождение пластика. Вот здесь вот у нас еще 98% запас эффективности. О, вообще отлично. Отлично. Но нам для построения здесь экстрактора по переработке пластика мешает вот эта мастерская, да. Соответственно, что у нас здесь? У нас здесь есть еще пластик 93. Ну, в любом случае нам нужно переносить как-то эту мастерскую. Давайте этим и озаботимся. Ремонтную мастерскую перенесем, наверное, мы с вами вот сюда. Да, или не сюда. Или вот сюда. Да. Вот так перенесем ремонтную мастерскую, а эту ремонтную мастерскую мы с вами разберем. Она нам не особо шибко нужна, честно говоря. Так, что у нас здесь? Ага, у нас здесь нету с вами трансформатора. Плохо, плохо. Но ничего страшного. Добавим экстрактор пластика, куда мы его повернем. Наверное, в эту сторону, да? Да, в эту сторону экстрактор пластика. Все это нужно нам сейчас с вами обвести дорогами для большего понятия, что и где у нас должно строиться. Так, а влезут ли у нас сюда с вами трансформатор и... А и, собственно, все. Больше мне здесь ничего не нужно. Ветряки я доставлять больше, наверное, не буду, потому что мне они не особо нужны. А вот трансформатор мы здесь явно с вами построим. Замечательно. Большой трансформатор? Есть, естественно, но... Так, где у нас экстрактор пластика? Вот он, да? Мы его, естественно, разбираем, потому как он нам не нужен больше, но ему нечего добывать на самом-то деле. Все. Ну, у нас здесь остается огромное пространство. Мы можем этим пространством воспользоваться. Так, ну что у нас здесь? Ага. Здесь мы все собрали. Соответственно, наша экологическая станция должна нам что-то очищать. Давайте она будет очищать нам вот эту территорию. Здесь у нас месторождение бетона, пластика, я так понимаю, да? Что здесь? Металл, металл, бетон, бетон, бетон. Отлично. Ну и как раз зачистим эту территорию. Так, следующее. Следующая экологическая станция у нас защищает здесь. Отлично. Это зона... Да, получается... Да, получается, здесь у нас тоже все зачищено. Отлично. Не может не радовать. Все, пока, все, пока успешно. Ворона. Ворона может идти на карту мира. Я, естественно, ее переделывать не собираюсь пока. И у нас она пойдет, наверное, сюда, к заре. Будем наращивать боевую группу на нашем северо-западе-западе. Да, это уже, скорее всего, запад получается. Да, здесь у нас раз-два бандоса. Все, достаточно много здесь бандитов. Окей. Ну что, Ланкастер у нас выгрузился. Нет, не выгрузился. Вот теперь выгружается. Что у нас здесь? Айви, отчитайся, пожалуйста. Бандиты побеждены. Так, и ты, на самом деле, Айви, можешь собрать у нас дальше здесь лекарства. Тайгон, у тебя какой у нас там бонус до собирательства? 150 процентов. 150 процентов. И ты, в общем-то, у нас достаточно серьезно закоцан, да? Ага. Ну ладно, иди лечись, на самом деле, да? Ну иди сюда. Что у нас там фриц? Фриц у нас почти вылечился. Вылечится, пойдет дальше сюда. Хм, ну что, неплохо. Сюда бы, наверное, загнать бы еще кого-нибудь из поселенцев. Здесь можно наборы для досуга вполне себе собирать. То есть нам два поселенца нужны. Окей. А что у нас там с два дня до нового спеца? Ладно, пока меня все устраивает. Окейушки, окейушки. Все у нас здесь, все хорошо. Так, а что у нас? 97 человек свободного персонала. Вот это нифига себе. Ну что, да, зима прошла, соответственно, но мы можем с вами вполне себе возвращать народ на рабочие места. Пока у нас народа хватает. Можем себе это позволить. Так, сюда на поля вернули. Персонал теперь сюда. Здесь двоих и везде по одному. Правильно? Правильно. Да. Как только у нас вырастет еще большее количество свободных рук, сможем на поля добавить еще по одному работнику, что, соответственно, увеличит еще больше производительность нашей растительной пищи. Пока все отлично. Пока все хорошо. Ну что, пойдемте торговать? Пойдемте торговать. Мы смело можем этим заняться. Так, давайте быстренько торганем с нашими ребятами, которые у нас поблизости находятся. Нам нужны йодные таблетки и детали. В нашей колонии деталей йодных таблеток явно не хватает. Скинем рыбы. Рыбы у нас дофига. Муки. Мукой можем торговать вообще только в путь. Она, кстати, дорогая. Она 5 монеток стоит, между прочим. Так, и можем еще что-нибудь скинуть, чтобы с них опять же денег вытянуть. Денег вытянуть. Где наше мясо? Мясо. Дофига. Столько у них не будет денег, да? Во. Вот так вот мне устраивает. Окей. Окей. С этими торгуем дальше. Лаштон. Еще йодные таблетки. Да, у нас с йодными таблетками косяки. По колонии. Ну, что поделать. Очки науки нам не нужны. Давайте им опять же мясо скинем, да, наверное. Вот так вот. А что, мясо такое дешевое. Де монеты всего стоят? Хм. Странно. По-моему, раньше 6 стоило, нет? Так может, я не тем торгую? Может быть, и не тем торгую. Так, у нас один свободный караван остался. Давайте здесь заберем тоже йодные таблетки. Что они нам еще могут дать? Пластик, пластик. Ну, давайте пластик возьмем. В конце концов, возможно, у нас будут проблемы с пластиком, пока не построился новый экстрактор. Так, а что? Подождите. Что, действительно мясо стоит всего, блин, 2 монеты? Стоимость предмета 2 монеты. Плохо. А стоимость рыбы какая? Тоже 2 монеты. Это меня наводит на мысль. Может быть, стоит поставить еще пару столовых и торговать смешанными пайками? Это явно получается выгоднее намного. Так, масло, кстати говоря, масло, да, масло тоже можно сдать. Приличное количество, потому что у нас пока нету ни химзавода, ни гаража. Ладно, подтверждаем, отправляем. Окей. Окей, все готово, все хорошо. Ну что у нас? Мы провели сюда электричество, и библиотека у нас построилась, да? Плюс 70. Плюс 70. У нас баланс минус 15 с вами, ребята. О, это уже хорошо. Это уже не может не радовать. Так, ну что. Давайте, наверное, наращивать производство электроэнергии. Еще 2 ветряка включаем. Еще 2 больших ветряка врубаем, пускай строят. Пускай строят. Так, чем у нас здесь забито? Деревом, древесиной, да? Хорошо. Что у нас с новым экстрактором? С новым экстрактором пока ничего, да? Пока ничего. Сюда уже натаскали компоненты комплектующие. Мастерская тоже почти построена. Нам нужно вот это как-то перекрыть. А, ну, собственно, она и будет перекрывать, да? Эта мастерская, да. Отлично. Пока все хорошо. Ну что, давайте смотреть, что мы можем еще построить. Дома и двухэтажные дома. Кстати говоря, к вопросу прошлой серии. Мы не можем, да, уже улучшенное коммунальное жилье, мы не можем с вами проапгрейдить до домов. Плохо. Плохо. Не может это, конечно, радовать. Ну, что поделать? Что поделать? Ладно, увеличим скорость течения времени. Давайте смотреть, что у нас... Проверять, грубо говоря, нашу колонию на стрессоустойчивость. Опа. Специалист готов к работе. Специалист вылечен. Ага. Это у нас фриц. Фриц у нас вылечился. Окей. Он может идти сюда. Явным образом. Дальше. Тайгон. Тайгон у нас идет лечиться. Айви у нас там добывает с вами продукты. Угу. Соответственно, ванкастер у нас тоже с вами, да, готов уже к работе. В принципе, в принципе, тоже может идти сюда. Окей. Окей. Да, у нас такая боевая... Боевая когорта здесь собирается. Вот здесь раз, два, три, четыре, пять. Здесь бандусов дофига, между прочим. Может быть, наверное, надо будет этот аванпост все-таки убирать медицинский. И выставлять с другой стороны. Так, у Тюдора тоже все готово. Тюдора забрал. Тюдора не сильно пострадал. Тюдора идет дальше за антибиотиками. Окей. Возвращаемся в колонию и врубаем, собственно, время. Так. Здесь все почистили. Здесь что у нас? Тоже чистим. Здесь у нас один из пятнадцати. Здесь ноль из пятнадцати. Наконец-то можем от могильника избавляться. Между прочим, без дебафа, как вы могли заметить. И раз мы от могильника здесь избавились, давайте-ка здесь добавим с вами туалеты. А что бы нет? У нас уже, блин, 240 человек. А туалетов что-то как-то маловато. Так. Что у нас здесь за событие? Колонистка ведет себя враждебно? Вы уже давно следите за колонистом, который в последнее время ведет себя странно. Он то и дело кричит на всех вокруг и в целом выглядит очень раздраженным. Вы отзываете его в сторонку и спрашиваете, в чем дело? Агрессор отвечает, что он постоянно хочет есть. А, понятно, это солитер, да? Да, вредитель у него, да, инфекция. Все правильно. Колонист не в восторге от того, что вы отправили его на медосмотр, но в конце концов понимает, что это к лучшему. Врач обнаружил у него в организме кишечного червя-паразита. Окей, ушки, хорошо. Торговый караван прибыл, кого мы можем еще? О, комплектующий, забираем. Забираем, комплектующий, забираем. Электроника. Дорого, дорого, но тоже забираем. 400 монет. Ну, не так, чтобы уж и дорого, да, получается. Что мы можем там продать с вами? У нас муки, наверное, дофига. Мука, между прочим, дороже, чем смешанные пайки, получается. Так вот, что мы будем торговать. Мы будем торговать мукой. Отлично. 4 каравана в действии. 4 каравана в действии. Отлично. Все хорошо. Ну что, давайте, наверное, сколько у нас? 78 человек. Давайте, наверное, добавим сюда еще одну мастерскую, чтобы уже не париться по поводу того, что у нас... По поводу наших этих зданий. Потому что постоянно акваферма заражается, вот этот колодец постоянно заражается. Здесь у нас еще кладбище, за ними нужно ухаживать. Поэтому, да, стоит этим заняться. Ну что, давайте, наверное, добавим сюда... У нас с водой здесь все хорошо? Ну, вроде как бы да. С водой здесь все хорошо. Явно вот здесь мы можем с вами продолжить строительство туалетов. А что бы, говоря бы, собственно говоря, нет. Так. Есть контакт. Опа! И здесь контакт. То есть мы добавили с вами аж 7 новых туалетов. Ну, отхожих мест пока что. Но мы, естественно, их переделаем в туалеты. Благо обеспечение водой здесь есть. И люди спокойно смогут помыться. Для этого нам особо ресурсы не нужны. Точнее, не нужны, но у нас все эти ресурсы есть в наличии. Отличненько. По итогу, что у нас здесь с ветряками? Ветряки сюда уже все притащили. И построили даже, да? Сюда у нас комплектующие дотаскивают. И комплектующие у нас будут постепенно с вами наращиваться. Так. Комплектующие это основное, что для нас сейчас нужно, да? Поэтому давайте поставим еще одну фабрику электроники. Можем себе позволить. На месте старого экстрактора. Так. Хорошо. Отлично. Так. Здесь у нас мастерская ремонтная построена. Да. Построена. И давайте увеличивать ей зону действия. Так. Как-то вот так вот перенесем зону действия. Я думаю, что это будет полезно. Ну, пока мы сюда никак не можем с вами зайти, да? Так. Почему у нас здесь зона действия не работает? Ага. Сюда ссылалось. Здесь они все собрали, да? Пу-пу-пу-пу-пу. То есть мы уже подбираемся к краю наших... К краю... Да, подбираемся потихонечку к краю изведанной нами территории. Ну что, хорошо? Эй, эй, ты что делаешь-то? Все мне сбило, все мне сбило. А, нет, поставил... Нет, не поставилось. Увеличиваем зону действия и выставляем ее вот сюда. Окей-ушки. Отлично. Все замечательно. Так, что у нас там за бандиты? Блин, бандосы приехали. Ладно, придется их окучивать. В каждой серии мы с вами, блин, делаем одно и то же. Добавляем сюда работников. В смысле этих защитников. Потом убираем защитников. Бандитов оприходуем и убираем их. Оприходуем и убираем. Что-то мне кажется, что у нас здесь тоже могильник уже может быть уничтожен. Отлично. Все, дебаф мы никакой не получили. Что у нас с хранилищем? Вместимость хранилища 72%. 359 единиц у нас здесь уже задействовано. Так, давайте, наверное, на будущее ставить еще одно хранилище, да? Еще одно хранилище для отходов. Сюда влезет? Ой, замечательно. Сюда оно замечательно влезает. Отлично. Все, 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 все у нас хорошо. Все у нас хорошо. Где у нас там защитники? Защитники, давайте быстрее собирайтесь. Куда вы побежали, э? Жрать, что ли? Спать, что ли? Ну-ка, собираемся сюда все. Собираемся, собираемся. Давайте, давайте, давайте. Опа! После апокалипсиса культы, которые провозглашали наступление конца света, набрали мощь. С каждым днем у них становится все больше последователей в пустошах. Вы сразу же понимаете, что группа хорошо вооруженных сектантов, приближающихся к вашим воротам, проповедует именно такие идеи. Предводитель отряда стучится в ворота стволом своего ружья и кричит. Великая чистка уже здесь. Докажите, что вы достойны. Или погибнете. Сейчас докажем мы тебе. Спровоцировать их нападение. Ваши насмешки лишь сильнее распаляют сектантов. Многие крепче сжимают оружие и смеются, глядя на изможденных защитников колонии. Предводитель, ухмыльнувшись, делает глубокий вдох и бросается на штурм в ворот вместе с остальными сектантами. Они, может, даже наши ворота не пробьют, между прочим. Ну, между прочим, как бы сомнительно, да? 7, 38, 5, давайте. До 20-ки часа пустят, они подойдут подрывать ворота. Да. Ваше оборонительное сооружение уничтожено. Любой ценой защитите колонию людей. Все. Положили мы их. Колония одержала победу над врагом. 228 монет, 2 качественных инструмента и 3 защитных костюма. Ой, защитные одежды. 3 единицы защитной одежды. Так, окей. Что у нас здесь? Ремонт. Ремонт идет. 45 металла, ничего страшного. Снимаем всех отсюда. Снимаем всех отсюда. Мы здесь одного-то оставили? Да, одного оставили. Окей. Снимаем, снимаем, снимаем. Окей. Все в норме. Все у нас отлично. Все замечательно. Мельницы работают. Мельницы работают как не в себя. 305... 305 единиц муки, 341 единица пшеницы, 101 единица молока и 62 яйца. Да, я прихожу к выводу, что, наверное, стоит все-таки растительными пайками озаботиться или еще мельницы поставить. Мукой торговать явно выгоднее, чем мясом. Так, надо сюда добавить на пластик еще одного работника. Отлично. Что у нас здесь? Обе построены, обе построены. Так. Здесь все хорошо работает, все хорошо работает. Ну что, друзья? Построилась ли у нас еще одна фабрика по производству комплектующих? Построилась. Добавляем сюда еще одного работника. Отлично. Что у нас по электроэнергии? 78 единиц. Угу. 78 единиц. Наверное, я включу еще строительство двух ветряков, дабы обеспечить нас электричеством прямо вдоволь. И можно нанимать еще одного спеца. Разведчик, 12 единиц урона, 500 монет. Набираем, набираем, забираем разведчика, но, естественно, переделывать мы его в поселенца. Чуть позже. Чуть позже я хочу вновь построенные нами отхожие места довести до туалетов, поскольку вода здесь есть. Ну, естественно, увеличится расход воды. Так что, может быть, нам сейчас придется еще скважины ставить. Но, по крайней мере, это позволит нам еще на большое количество времени забыть про гигиену. Что ж, раз у нас все хорошо работает, что у нас сейчас? Потребление 80, производство 36. А что у нас потребляет такое количество ремонт? Ну, возможно, ремонт, да. Не исключено. Давайте чем-нибудь торганем. Есть у нас комплектующие... Нет у нас комплектующих, да? Что у нас по лекарствам? Йодных таблеток 68, антибиотиков 83. Так, со спецами. Спецы у нас. Что у нас делают спецы? Тайгон вылечился. Тайгон у нас, в общем-то, разведчик, да? Но при этом у него хорошая атака. Сюда подтягиваются раз, два, три, четыре. Четыре человека. Больше нам, собственно, и не надо пока здесь, да? Что у тебя по собирательству, Тайгон? 150 процентов. 150 процентов. Куда бы тебя деть-то? Куда бы тебя деть? А тебя давай мы, наверное, сразу сюда отправим. А что бы и нет? Айви, ты там долго вообще собираешься все копаться? 8 единиц. Ну, то есть, соответственно, через 15 часов ты закончишь, да? Угу. Отлично. Хорошо. Окейушки, окейушки. Ладно, давайте приступать к плану. Нам нужно с вами... Давайте, во-первых, пробежимся, посмотрим, что мы вообще еще не устанавливали. Гараж. Центр колонии. Доступно только одно такое здание. Ну, понятно. И бункер судного дня. Но бункер судного дня мы будем ставить уже с вами... Да, наверное, в следующей серии. Почему бы, собственно говоря, нет. Давайте озаботимся гаражом. Гаражом. Гараж, гараж, гараж не такой большой, в принципе, да? Но куда-то его нужно приткнуть. Вот сюда, допустим, да? Приткнем. Да. Сюда приткнем гараж. Первое дело. И второе дело. Мне хочется поставить уже химкомбинат. Химкомбинат, который будет у нас сделать из масла. Делать будет топливо. Топливо у нас, в принципе, есть. Но лучше бы этим заботиться. Вся промышленность у нас с этой стороны. Поэтому я вижу смысл... Химкомбинат поставить где-нибудь вот здесь вот, да? В принципе, почему бы и нет. Вот так вот его поставим. Обогрев же здесь хватает. Ну, как бы хватает. Ну, если их не будет хватать, мы добавим. Правильно его? Поставили химкомбинат. Поставили гараж. Можно будет новеньких отправлять уже на автомобилях. Новеньких спецов, я имею в виду. Отлично. Здесь у нас что? Хранилище отходов уже почти построилось. Здесь хранилище отходов на 73% заполнено. Туалеты начинают потихонечку уже модернизироваться, да? Да. Ну что, друзья? Мы сейчас, конечно, с вами поставили химкомбинат. Но это разовая трата на 30 компонентов. И гараж там тоже 35 компонентов. Как-то вот так вот. Как-то, да, не очень хорошо, хочу я вам сказать. Но давайте смотреть. Может быть, кто-то нам компоненты будет продавать. Комплектующие, точнее. Нет комплектующих, нам никто продавать не собирается. Ладно, в таком случае увеличиваем скорость игры на троечку. Смотрим, что у нас по свободным живым помещениям. Угу. 14 из 26. Я так понимаю, что у нас сейчас рождаемость опять будет увеличиваться, да? Химкомбинат. Что там? Прибыл караван с аванпоста? Да вы чё? То есть он не мгновенно попадает сюда, да? А тоже постепенно. Закончено строительство. Так, все туалеты у нас модернизированы. Отлично. Что ещё? Двое родились. Один от старости умер. Химкомбинат. Ну, построился через какое-то время. И кровавое зрелище почти исследовано, да? Всё. У нас закрыты с вами все ветки. Пища, ресурсы, инфраструктура и община. Ну, община. Сейчас у нас ещё исследуются с вами кровавые зрелища. Да, я так понимаю. Но они практически исследованы. И можем с вами уже начинать исследовать дальше. А что мы будем исследовать дальше? Давайте до медпункта будем всё, да? До полевого госпитая. Будем всё изучать. Соответственно, нам нужно с вами что изучить? Это изготовление оружия. И нам это даст оружейную мастерскую. Но особой надобности в оружейной мастерской я не вижу. Если честно, у нас и так с вами достаточно большое количество оружия накоплено. Сражаться с постапокалиптической фауной и кровожадными бандитами сподручнее, если у вас есть огнестрельное оружие. В оружейной мастерской охрану вооружат. А значит, защитят кого-нибудь проще. Так, для производства оружия и оружейной мастерской требуются металл и детали. Понятно. Оружейная мастерская, оружейные мастерские изготавливают оружие, чтобы клонисты не оказались в серьёзной перестрелке с одним ножом. Так. Надёжное оружие делается долго и стоит дорого. Ну, это понятно. Хорошо. Ну и, соответственно, медпункт. Одинокая палатка врача не спасёт большую колонию. Вам нужен полевой госпиталь. В нём больше места и возможностей для лечения больных и увеченных колонистов. Ну, в смысле, коллег. Полевой госпиталь. Улучшенное медицинское учреждение. На несколько коек. Лечение происходит быстрее, чем в палатке врача. Ну, это имеется в виду в медицинской палатке, да? Здесь лечат травмы, инфекции, лучевые болезни и даже мутации. Лекарства ускоряют выздоровление. Да. Ставим в очередь. Ставим в очередь. Сейчас у нас кровавые зрелищи доизучаются. И можно будет... Да, уже изучились замечательно. Замечательно. Это не может нас не радовать. Так, здесь всё хорошо, здесь всё хорошо. Что у нас с комплектующим? Комплектующих вечно не хватает. Потому что мы с вами строим ветряки, которые расходуют по 40 единиц комплектующих каждый раз. Но у нас с вами уже 3 фабрики по производству электроники. И это не может не радовать. Что у нас с редкими металлами? Редкие металлы, 2025 единиц. Окей. Это не может не радовать. Опять же, в народе я сейчас пока... Ну, точнее, в свободном персонале я, опять же, пока не испытываю никакой необходимости. Поэтому мы строим с вами гараж. Мы строим с вами химкомбинат. И после этого можем смело заниматься... Чем? Обогревом. Я всё мечтаю о том, чтобы обогреть нашу колонию с помощью электричества. Но, может быть, это ни хрена не получится у нас. Так, что у нас у Тюдора? У Тюдора у нас собрал антибиотики, немножко даже денежек собрал. И я вот думаю, что не стоит, наверное, его отправлять сейчас на сбор йодных таблеток, потому что у него 45 единиц хп. А здесь, в общем-то, сколько в сутки будет тратиться? 10 урона за 12 часов. То есть, получается 35 таблеток. Сколько ты на это потратишь? Два дня. Два дня, да? То есть, ты получишь 40... Да, до хрена. Больше, больше. И боюсь, что он у нас пострадает. Потому что иди-ка в колонию. Скидывать весь лут. Айви собрала у нас лекарства. Немножко монеток собрала. И ты полностью здорова. Поэтому иди-ка собирай, наверное, здесь инструменты. Ты нам больше нужна теперь как собиратель, чем как боевик. Здесь у нас уже собрались все наши спецы. Идем зачищать новую территорию. Ой, судя по балансу, мы прямо этих бандосов сейчас распнем. Забавная ситуация. Ну что, не можешь не радовать. Может быть, там будет что-то полезное. У нас как раз-таки заготовлен под этот спец, который может превратиться так невзначай поселенца. И отправиться делать какой-нибудь новый аванпост. Замечательно. Так, здесь у нас построилась мастерская. Давайте, наверное, рабочую зону вот так вот увеличим. И вот так вот все захватим. У нас здесь, правда, еще мастерского не хватает, да? И здесь мастерского не хватает. 79 человек. Блин, не хотелось бы, на самом деле, распалять еще больше. Здесь мастерская еще не готова. Но она здесь пока и не нужна. Ладушки. Что у нас здесь? Ну да, здесь опять же комплектующих. Все дело в комплектующих. Окей, Боб. Что? Давайте смотреть, как у нас будет перекрываться наша колония электричеством. Так, что у нас там изучилось нового? Опа, защитный купол. То есть это бои без правил, да? Ладно, оставим на потом. Погнали. Большой трансформатор. Смотрим, что у нас где. Где здесь не пересекается. Угу. Сюда, 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 сюда добавим. Так, то есть нам нужно куда-то вот сюда добавить. Или вот сюда. Скорее вот сюда. Трансформатор сюда, да? Опять же, на паузу его пока выставляем. Перекрывает? Перекрывает. Не перекрывается вот эта часть. Угу. Добавляем еще один трансформатор. Как-то вот так вот. Теперь он перекрывает все нам здесь. На паузу. Здесь перекрыто. Здесь перекрыто. У нас здесь вообще перекрыто. Здесь зона. А, зона вот она проходит. Да, я просто ее не сильно видно. Окей. Окей, Боб. Ну, эту зону тоже большой трансформатор нужен, да? Большой трансформатор, но так, чтобы он нам не мешал дальнейшему строительству. Угу, угу, угу. Ну, давайте вот так вот, допустим, поставим, да? Здесь у нас вроде все перекрыто, судя по всему. Так, давайте фильтры снимем. На паузу поставим, глянем. Здесь бы соединить бы еще территорию, чтобы здесь тоже все у нас было. Вдруг мы здесь что строить соберемся? Ну, вообще, вот этот... Вот эта зона вся перекрыта. Вот эта зона не перекрыта, да? Вообще ни разу. Окей. Здесь тоже получается все перекрывается, да? Угу, вот эта зона не перекрыта. Потому что здесь обогрев. Я просто к чему готовлюсь? Я же готовлюсь к тому, чтобы обогревать все это электричеством. Соответственно. Соответственно. Надо что-то здесь как-то вкорячий трансформатор. Так. Сюда нет. Вот сюда, в принципе, да, да? Но, блин. Опять же, надо вот так вот его ставить. Здесь у нас поля. Давайте вот эту водонапорную башню снесем. И на месте нее поставим... Поставим с вами трансформатор. Пауза. В итоге. Здесь перекрыто. Получается, здесь обогрева особо нету. Да, эти все обогрев... Да, это все перекрыто. Окей. Даже здесь, да, часть перекрыта. Нам осталось соединить вот эту территорию. Гараж перекрывается. Все. Потихонечку нам остается все это дело с вами реализовывать. Правильно? Правильно. И мы весь город с вами перекрываем электроэнергией. Здесь же все перекрыто. Да, здесь явно захватывается. Ну да ладно. Окей. Здесь, правда, не захватывается. Здесь бы еще, конечно, поставить какой-нибудь маленький трансформатор. Маленький трансформатор. Вот где-нибудь здесь, наверное. Что позволит нам потом пилораму в электрическую превратить. Наш лес начать рубить уже с помощью электроэнергии. Ветряк строится. Здесь у нас что? Не хватает немножко комплектующих. Но комплектующий уже в плюс выходит, насколько я понимаю. Химкомбинат у нас готов. Отлично. Много работников сейчас запихивать не буду. Они здесь пока не нужны. Ух, какое, а? Прям нефтебаза. Да, минус 30 электричества. Ну, ничего страшного. Так, окей. Что у нас с гаражом? Гараж тоже уже вроде как ресурсы в пути. Отлично. Отлично. Ну что, увеличиваем скорость течения времени. Ждем, пока накопится достаточное количество наших ресурсов. Так, что у нас по еде? 1400 мяса. Ну, хватает. Мяса, рыбы хватает. О, у нас уже смешанных пайков 118 штук. Между прочим. Так, на секундочку. Айви закончила работу. Собрала? Собрала, дорогуша. 19 единиц. Ты молодец. Что вот это по ХП? Да, чуть меньше половины, да? Точнее, чуть больше половины. А ты у нас вообще ученый. Науку бы здесь собрать. Иди-ка, наверное, скинь все, что у тебя есть. Потом подлечишься. А потом уже, наверное, пойдешь наверх. Бандиты. Закрыли мы эту территорию. И здесь, на этой территории, ничего полезного мы не обнаружили. Плохо, плохо. Ладно. Идем дальше. Сметать с лица земли остальных бандитов. Кто у нас там сильнее всего пострадал? Да, они вообще, в принципе, все не сильно пострадали. Попробуем сразу окучить всех бандосов здесь, да? Окей. Окей. Так, Тайгон. А Тайгон куда шел? Не помню, куда шел. Но, походу, что сюда. Угу. Отлично. Запад. Запад почти зачищен. Ну, точнее, северо-запад и запад. Остается юго-запад, да? Да. Это у нас две территории. Ничего, неплохо. Продвигаемся. Да, скажем так, продуктивно продвигаемся. Отлично. Жалко, мы, конечно, ничего еще не нашли полезного. Ну, да ладно. Так, у нас исследуется медицинский медпункт. Между прочим, тоже хорошая вещь. Наверное, заменим потом наши медпалатки на медицинские пункты. Так, и у нас готова оружейная мастерская. Но, опять же, мы этим будем заниматься позже. Нам сейчас пока это не сильно нужно. Мы все с вами внедрим. Не беспокойтесь, мы все с вами внедрим. Но пока у меня немножко другие планы на это дело. Так, что-то как-то у нас химкомбинат. Тут сиротливо так стоит, да? Давайте его дорожкой обведем. Опа, вот так вот. Так, что у нас здесь? Здесь у нас тайгоны ничего не делают, да? Ну, а что ты ничего не делаешь? А, у них есть, да? Аномальная жара. Ну, с жарой у нас проблем не будет. У нас в запасниках воды должно быть достаточно. Что у нас здесь? Торговец приехал. Что нам предлагает? О, комплектующий за рыбу. Берем. Берем, берем, берем. Комплектующий за рыбу. Это прям очень даже хорошо. Родились двое. Там кто-то у нас помер. Да. Поскольку у нас комплектующий есть, и я, в общем-то, с паузы ничего не снимал, я думаю, что стоит нам где-то внедрить с вами еще скважины. Да. Еще бы скважин нам повнедрять. Так, у нас здесь территория. А приховывала она электричеством? Ага. Не до конца, да? Зато у нас вот здесь вот приходную территорию электричеством, но, опять же, она у нас не связана с основной территорией. Это плохо. Это плохо. Куда-то надо скважину втыкать. Хлеб готовится. У нас это все на дровах. Или попробуем пережить так. Давайте поступим следующим образом. У нас вот этот трансформатор должен связать эту сеть с этой сетью. Правильно? Да. Включаем этот трансформатор. Раз он у нас эти территории свяжет, мы можем здесь спокойно с вами поставить парочку... парочку скважин. Вот так вот. А что бы говоря, нет. Мы же здесь водозаборным насосом берем, скважинами возьмем. Так, трансформатор, естественно, в приоритете. Надеюсь, нам комплектующих хватит. Ладно, увеличиваем скорость, посмотрим, что будет с нормальной жарой. 5400 единиц еды. Пора бы эту еду уже перерабатывать, я думаю, начать. Ну ладно, мы в этой серии с вами и так нормально продвинулись. Так, стоп. У нас вот этот... Ай-яй-яй, что я натворил-то? Вот так вот, да? Да. К вашим воротам пришли. Аптекарша! Что-то нам принесло. Чего нам не хватает? Йодных таблеток, естественно. Да, за детали. Опа, деталей-то тоже мало. Ха. Ладно. Давайте смотреть. Может быть... Ну, детали, я так понимаю, что можно купить везде. Ну вот, допустим. С Джанктоном как торговали, так и продолжим торговать. Детали забираем, комплектующие забираем. Что бы еще? Что бы еще? Слушайте, у нас аномальная жара намечается. Давайте, наверное, муки продадим. Приличное количество. Нам поля, наверное, нужно с вами реорганизовывать. Давайте, наверное, поскидываем чуть-чуть мяса. А мы уже, да, мы уже с них требуем больше, чем они могут дать. Чего я им продаю-то? Ладно, мяса поменьше. О, вот так вот нормально. Хорошо. Кто нам еще что может продать? Вот тут вот детали есть. Отлично. Детали 77 штук. Заберем. Прям, наверное, за бабки. Окей. Что еще у нас есть? Кто нам еще что может полезного продать? А больше нам никто ничего не хочет продать. К сожалению. Увы и ах. Что у нас? Гараж готов. Гараж готов. Расходует электричество. Расходует электричество. Минус 237 единиц воды. Что у нас с посевами, между прочим? Может быть, не стоит мне тратить на посевы? Ну, в смысле, в аномальную жару снимать поля. Давайте не будем. Посмотрим, как это будет реализовываться. У нас же орошаемые поля. Да, расход воды увеличился. Конкретно увеличился. Но у нас с вами в запасниках воды много. Опять же, посмотрим, как это себя будет вести. Так, здесь у нас сейчас должны будут построиться еще две скважины. Окей. Окей. Скважины построятся, и мы после этого начнем с вами строить трансформаторы. Везде, повсюду. Чтобы протянуть электросети по всей нашей колонии. Транспортаторов нам нужно много. Но ничего страшного. Так. Тут у нас требуется очистка. Ну, мне просто жалко на такое небольшое количество строений тратить тратить мастерскую. От старости кто-то умер, родился ребенок. Специалисты готовы к работе. Угу. Здесь у меня спецы уже окружили бандосов. Давайте. Разваливайте. Интересно, здесь мы сможем баланс вывести в нашу сторону? Сможем. Угу. Две группировки. Зачищают, зачищают. Айви, ты у нас разгрузилась? Разгрузилась. Иди-ка полечися. Не дошла. Ну да ладно. Так, по большому счету у нас Тюдор дома уже, да? Тюдор домой все принес. Тюдор может отправляться обратно на карту. Но уже можно его отправить в прямом смысле на автомобиле. Сколько у нас тут транспорта? Хэтчбэк, две штуки. Микроавтобус. Внедорожник. Ну да, надо все починить. Ничего, все починим, все пособираем. Так, к воротам прибыла группа выживших. Сколько у нас свободного места? 16 человек, да? Угу. Еще один ученый. Лени. 9 единиц урона. Но опять же он у нас пойдет на переработку скорее всего. Хотя, в принципе, у него очки науки и собирательство ну такое себе достойное. И 5 человек. Ладно, 5 человек мы принимаем. 5 человек. 250 человек, ребята, у нас уже в колонии. Это не может не радовать. Это отлично. Что у нас с водой? Пока еще есть. Нигде значков, да? Я не вижу, чтобы у нас где-то... Ага, вот тут у нас закончилось. Ну тут у нас, да, тут у нас... Давай, собирай урожай. Ага, тут у нас туалеты остались без воды. Но у нас есть дополнительные пока. Переживаем. Переживаем. Катастрофу вот как она должна быть. То бишь стоически. Отлично. Тут у нас все по электроэнергии у нас вообще все шикарно. 53 единицы у нас уже комплектующих. Видать, караван прибыл. Что у нас здесь? Стройка уже идет. Стройка уже идет. Отлично. Скважины у нас тоже уже начинают работать. Отлично. Я что-то подумал. Нам, во-первых, нужно полевой госпиталь оформить обязательно. Но я, наверное, добавлю еще пару скважин сюда. Воды не бывает много. Правильно? Правильно. Тем более, что электричества у нас достаточно. Сколько там у нас на одну скважину уходит-то? 15-30. То есть, в принципе, можем уже начинать с вами потихонечку расконсервацию наших трансформаторов. Сейчас аномальная жара пройдет, она недолго длится. Специалисты готовы к работе. Так, что? Айви вылечилась? Вылечилась. Ты у нас собиратель. А, ты у нас ученый. Ученый. Ну иди, собирай здесь, значит, все. Науку здесь соберет, науку здесь соберет. Ну да, все равно надо ее куда-то отправлять. Как боевик она не особо нужна сейчас. Хотя, две группы по три человека было бы неплохо. Бандиты побеждены. Отлично. И кроме, да, кроме ничего интересного здесь кроме оружия нету. Так, а что у нас? Ланкастер живой, тайгон живой. Так, ладно, давайте их отправлять, наверное, на лечение. Блин, далеко их на лечение, в общем-то, отправлять-то. Ха-а-а. У нас здесь еще две точки бандосов и, в общем-то, регион. Поэтому думаю, что давайте, пускай они идут сюда. Этих бандосов, я думаю, они завалят втроем-то точно. Ну, должно им хватить хп. А мы поступим следующим образом. Мы сейчас с вами на вот эту территорию или, да, на вот эту территорию, вот эту вот, здесь же у нас что будет? Да, там просто очки науки, там нет ничего под собой, не лежит, поэтому мы смело отсюда идем домой, делаем одного. джинни, у тебя же урона нету, да, у джинни урона нету, поэтому мы смело наверное ем, идем из нее ваяем поселенца, из джинни поселенца, и этого поселенца можно с вами отправить как раз-таки вот сюда, вот сюда, здесь сделаем еще один медицинский авампост, чтобы вылечить наших ребят здесь, ладно, здесь тоже победили, победили, опа, защитные костюмы, вот у нас еще один поселенец определился, зачет, и у нас они пострадали прям наполовину, да, хорошо, значит идем сюда, всех подводим к будущему медицинскому авампосту, поселенец дойдет, дойдет, ну что, давайте Лени тоже переделаем в поселенца, думаю будет полезным, переделаем в поселенца и поселенца ведем вот в этот регион, соответственно куда-то вот сюда, для того, чтобы здесь добывать еще защитные костюмы, отлично, оприходуем в еще один регион, уда, да, ура, удачи, ну что, давай-ка мы, наверное, Лени соберем на тачке и отправим уже собирать на автомобиле, заодно и Айви тоже возьмем, да, в компанию, пауза, паузу снимаем, нет, стопс, вид транспорта, берем, здесь у нас сколько, двое, как раз таки, да, это у нас что получается, микроавтобус, да, микроавтобус, сюда сажаем Тюдора и снаряжаем с вами этот микроавтобус, который поедет, заберет Айви и они вместе будут окучивать, окучивать территорию, ну что, окей, нужно провериться, у одной из склонисток с научным складом ума есть проблема, она уже довольно долго бьется над очень сложной задачей и сейчас ей просто необходимо выйти за пределы колонии, чтобы проветриться и привести мысли в порядок, а страшнее всего то, что она собирается гулять в одиночестве, отпустить ее, так, подготовившись к путешествию и попрощавшись со своими, женщина отправляется в путь, в гордом одиночестве, долгое время от нее не было ни слуху, ни духу, и вот однажды она врывается в колонию с криками «Эврика! Наконец-то я поняла!» и бежит прямо в свою палатку. Окей, получили немножко очков науки, нам они, в принципе, не очень сильно нужны, что у нас, кстати говоря, здесь общину мы с вами закончили, идем в безопасность, правильно? Идем в безопасность и в первую очередь изучаем, конечно же, электростатические разряды, да, для того, чтобы поставить безопасно, обеспечить безопасность нашей электрофермы. Окей. Возвращаемся домой, что с водой? С водой мы вышли в плюс, ну, правильно, потому что здесь скважины уже заложены, еще две скважины. Что у нас с трансформаторами? Здесь построился трансформатор, здесь строим трансформатор, дальше, дальше здесь строим трансформатор, здесь, да, строим все трансформаторы, я думаю, что у нас останется раз, один трансформатор всего, да? Да, нет, два, наверное, вот здесь еще один. Снимаем просто с паузы все трансформаторы, да и в путь, в путь дорогу. Отлично, все более-менее. По населению у нас качели, туда-сюда, по еде. Вроде как не все склады еще забиты, но по еде у нас все хорошо должно быть. У нас 220 смешанных пайков, между прочим, уже. И это немало. Между прочим, здесь всего-то ничего, а где что-нибудь у нас остальные? Где у нас еще одна столовая? Еще одна столовая здесь. О, 207 пайков здесь валяется. Нормально? Да вообще, я считаю, шикарно. Можно ими уже торговать вовсю. Так, у нас прибыл торговый караван как раз-таки. И это нам может что дать? У нас прибыли все торговые караваны. А торговать нам, собственно говоря, нечем. Нам покупать, точнее, нечего. Хотя, в принципе, давайте вот здесь с Джанктоном поторгуем. Они нам могут металл дать. Металл хорошо закупим его. Ну, он нам особо сейчас не нужен. Но, в конце концов, бабки-то надо куда-то девать. Это первое. Второе. Нам нужно уже склады куда-то разгружать. По большому счету. Вот нам, куда нам 1700 единиц рыбы? Некуда. А бабки хотелось бы вымутить, правильно? На черный день. Так. Что мы можем еще им скинуть? Да, эти муки скинем. Муки скинем. Надо склады разгружать, да. Надо склады разгружать. Картошки. Капусты немножко отвезем им. Что еще? Да, наверное, на этом и все. Ну, надо мяска, наверное, конечно, еще скинуть им. Ой, нет, 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 столько, столько не надо. Ладно, подтверждаем. В конце концов, у нас есть еще с кем торговать и есть чем торговать. Это хорошо. Это не может не радовать. Так. Давайте по-быстрому торгаем с Дэд Криком. Мне здесь нужны только йодные таблетки. Отдадим им за это мясо. О, все, замечательно. подтверждаем, закрываем. Что у нас еще можно торговать? Блин, больше нет ни комплектующих, ни деталей. Плохо, плохо. 10 из 40. Нормально, здесь 40 единиц. При условии того, что мы поставили два кладбища, меня это прям даже больше, чем устраивает. Отлично. Что у нас с развлечениями? Минус 21. Все хорошо. Вообще, что у нас по настроению? Нет терпения 21. Удобное жилище 229. Так, по благополучию. Хочет есть 15 человек. Усталостью 14. Два истощены. Угу. Ну, не знаю, не знаю, что можно поделать-то с этим. Развиваемся мы вроде как неплохо. Так, ты у нас готов здесь? Или нет? Создать команду? Создать команду. Все? Все. Отправляемся навстречу Айви. Она ученый, но у нее собирательство неплохо работает. Да? А здесь вот явно есть чем заняться им двоим. Есть чем заняться им двоим. И они теперь будут разъезжать на транспорте. Отлично. Что у нас с остальными спецами? Ждем, пока придут сюда поселенцы? Да. Да, пока придут сюда поселенцы. Так, а вы трое можете уже смело этих бандосов атаковать. Вы их просто в труху сейчас сметете. Так, все пока отлично. Остальные ждут. Ждут, пока дойдут поселенцы. Ну что? Трансформаторы потихонечку, да? Потихонечку готовы. Вот здесь трансформатор готов. Ну что, давайте, наверное, превратим наш лесозаповал в... 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 в пилораму. Но я что-то как-то не хочу этого делать. У меня комплектующих маловато. Я лучше буду наращивать производство электроэнергии. Но для этого я хочу сначала запустить второй кластер. А именно, ремонтную мастерскую и две батарейки. На кого не напали? Опа, на, у нас тут какие-то гады тусоваться начинают, да, потихонечку? Мы же вроде всех перебили, нет? Ага, у нас здесь крысы-жуки объявились. А здесь медведи объявились, да? Ха. Понятно. Ну что, можно боевые единицы создать и отправить их на зачистку. Но пока это не сильно нам нужно, да? Да. Так, ну что, здесь оприходовали? Да, бандосов здесь оприходовали. Ну там, насколько я помню, очки науки. Окей. Ты у нас куда путь-дорогу держишь, поселенец? Сюда, да, на ресурсный аванпост. А ты у нас держишь дорогу вот сюда. Давай-ка сюда вставай и строй-ка нам здесь медицинский аванпост. Отлично. Так, ну что, ребята, давайте по одному выстраиваемся в очередь. Скажем так, на лечение. Надо бы вам, конечно, две тачки организовать. Но до этого вас надо возвращать домой. хотя, хотя, не обязательно. Можно одного вернуть домой тачку притаранить, да? Да, есть такой момент. Ладно, второй поселенец идет себе сюда, чтобы нам здесь остановить еще один ресурсный аванпост. Замечательно. Айви. Айви у нас здесь закончила со сбором науки. Иди, собирай науку здесь. Отлично. Пока к этому времени к тебе подъедет уже Тюдор. Я так понимаю, на автомобиле. Да. Отлично. Отлично. Ну что, все у нас неплохо. Правильно, господа? Очень даже неплохо. С водой все хорошо. У нас в большой плюс вода уходит с электроэнергии. Постепенно будем ее с вами восстанавливать. Наращивать. Да. Что у нас здесь? Уже все неплохо? Все неплохо. Торговый караван прибыл. Так. Комплектующие и детали есть? Есть? Че почем взять брать-то? Так, давай здесь заберем топливо. А, нет, топливо мы сами производим. Детали давайте заберем здесь. Антибиотики давайте здесь заберем. И давайте скинем туда ненужные нам вещи. Допустим, кстати, надо пробежаться по полу ненужным нам вещам. Обычные инструменты забираете вообще только в путь. Хлебушек не дам, набор для досуга не дам, рыбки чуть-чуть дам. Дальше, что я еще могу этим ребятам дать? Дичь, кстати говоря, давайте дичь полностью отдадим уже, чтобы она не маячила глаза. муки. Муки, муки, муки. Можно отдать какое-то количество. Морковка, картофель. Все, что за 500 будет выходить, я, наверное, буду все-таки нерфить. Серьезно так. Ну, кроме пшеницы, конечно. Смешанных пайков. Опа! И сразу стало все хорошо. Так, что у нас еще? Надежный стриндот. Дробовики. Дробовики нам тоже не нужны. В принципе, у нас автоматического оружия дофига. 180 единиц автоматического оружия. Как вам? Как вам такое, а, ребята? Так, и да, что-то я переборщил. Надо что-то снимать. А что снимать? Давайте мясо снимем, да, в конце концов. Нет, мясо, конечно, надо продавать, иначе склады будут переполняться. Так, вот так вот. Оп, хватит. Да, вот теперь им денег хватит. Окей, подтверждаем, подтверждаем. Что мы еще можем у кого купить? Дайте мне комплектующие, пожалуйста. Ну, давайте здесь, нет, йодные таблетки, и они очень далеко находятся, очень долго это будет происходить. Мне это не сильно нравится. Здесь наука, вот, здесь вот есть детали. А детали, 88 штук, можно смело забрать. Еще и денег можно у них забрать, да? Конкретное количество денег, и конкретное количество денег я, наверное, за счет муки возьму. И, наверное, за счет мяса. Во, все, меня все устраивает. Ха, шикардосно. Так, что у нас там по комплектующим? 22 единицы, да? То есть, нам, по большому счету, нужно строить уже второй механическую мастерскую, вторую, да? Потому что по-другому никак. Так, ну что, здесь мы давайте, наверное, не будем особо заморачиваться, поставим мощную защиту, да? Которая у нас вышка-молниотвод будет улучшение. Молниотвод, а потом, а мы сразу будем строить вышку-молниотвод, правильно? Правильно. Вот. Вдруг, не дай бог, магнитные бури у нас опять накатят, и нам, в общем-то, нашей всей промышленности придет кирдык. Хотя я в этом ни хрена не уверен. Ну что, друзья, давайте подводить итоги. Мы сегодня с вами поставили гараж, что нам позволило отправлять уже Тюдора на машине. Также мы с вами ввели химзавод, химкомбинат, чтобы производить топливо. Теперь мы из масла гоним топливо. У нас масла достаточно, топлива теперь тоже будет достаточно. Вообще не проблема. Чего мы еще в этой серии с вами добились? Добились того, что, во-первых, провели практически электричество по всей нашей колонии. Теперь у нас охват нашей колонии, ну вот только здесь еще не до конца, да, не достроили, но, в принципе, построили. То есть теперь у нас охват нашей колонии электричеством практически полный. Ну, кроме полей, но поля особо не нужны нам. В следующей серии мы с вами будем уже менять обогрев, собственно говоря, с дровяного на электрический. Но для этого нам нужно, опять же, нарастить производство комплектующих и наразить производство самой электроэнергии. Для этого мы, в общем-то, с вами расконсервировали второй кластер, да, который обеспечивает нас электричеством про запас и который сможет позволить нам, в общем-то, расстраиваться здесь дальше. Удачно? Я думаю, что шикарно. Прям шикарно. Также на карте мира мы, наконец-то, с вами научились пользоваться медицинскими вам постами и у нас пошло дело быстрее. Бандосов мы, по крайней мере, зачистили на севере ну, северо-запад не берем, северо-восток взяли и восток, в общем-то, практически тоже взяли. У нас остался только что юго-восток. Да, ну, туда, в общем-то, мы своими спецами направляемся. Мы набрали достаточно большое количество спецов с максимальным количеством урона 20, а то и больше. И это нам позволит дальше, дальше, дальше зачищать территории. Что ж, друзья, на этом мы закончим эту серию. Если вам понравился ролик, не забудьте, пожалуйста, поставить мне лайк, подписаться на канал, если вы еще до сих пор не подписаны. С вами был Соб. Увидимся в следующей серии. Не забывайте писать комментарии. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин